Друзья, здравствуйте! У нас расклад, что подарит вам судьба до конца этого года, что у вас на пороге. Давайте заглянем, посмотрим. У нас сегодня колода Ленорманна, очень интересная, такая именно предсказательная, гадательная. Поэтому давайте сконцентрируемся и посмотрим, что же вас ждет. Что на пороге у вас? Расклад начинается очень и очень счастливый. Друзья, это вестник того, что все, кто сейчас переживает, находятся в глубоком страхе, скоро узнают важную-важную новость, весть. Потрясающие карты, настолько потрясающие, светлые, что у меня просто пошла не только улыбка, но и внутреннее ощущение радости за нас всех. Это вестник, это птица, это прекрасные птички, которые уже летят рассказать нам прекрасную новость. И новость рядом лилии, новость прекрасную. О любви, о счастье, о благополучии, о невинности, о любви ко всему, к природе, к любви, любви к миру, любви к просто обычным житейским радостным ароматам, возможности вдыхать аромат этой жизни. Это настолько прекрасное начало расклада, что просто хочется радоваться. И, конечно же, рядом солнце. Солнце говорит о том, что весь, который вы скоро все получите, все мы получим, говорит о том, что будет все благополучно. Наконец-то тьма растает и придет солнце. Это такой свет в конце туннеля, это такой просвет после тьмы, это смена луны и так далее. Отличные карты. В любом случае у вас ждет потрясающая весточка, у многих связанная с любовью. Весточка, которую вы очень долго ждали, которую вы долго очень хотели. А это такой подарок судьбы, это такой подарок жизни, это та новость, которая озарит вашу всю жизнь, жизнь ваших близких, жизнь ваших любимых и родных приятными моментами и подарит большие-большие счастливые перемены. Конечно, у многих проиграется эта радость с любовью. Здесь кольцо, здесь кольцо. Кому-то сделают предложение, долгожданное предложение, которое вы очень сильно ждали. Это любовь, это начало новых отношений, это то самое колечко, которое мы получаем, которое мы ждем от любимого человека. Конечно, это может быть и помолочное кольцо, и предложение руки и сердца, и просто подарочное кольцо. Но это в любом случае знак, что в отношениях наступает новый период. У многих начинаются новые прекрасные отношения, абсолютно новые, чистые, свежие. Вы знаете, это абсолютно новые, это не мужчина не из прошлого, не из настоящего, это мужчина новый. Нет, возможно, вы с ним знакомы, но это такие новые отношения, как вот с чистого листа, понимаете, где нету никаких недосказок, воспоминаний и так далее. Здесь настолько все невинно и чисто, что просто хочется порадоваться. Ждет дорога многих, причем, знаете, дорога такая туда и назад. То есть человек куда-то едет, он очень сильно переживает. Знаете, будут переживания такое, утром, когда вы едете, три ночи, четыре часа, волнительно, страшно, ты не знаешь, куда тебя заведет этот путь. Но дорога будет с обратным концом, с обратным счастливым концом. И человек уже, который туда едет, приедет уже, когда светит солнце, когда будет все красиво, когда он видит каждый закуточек, когда он дышит воздухом, когда он видит зеленые деревья, траву. И он именно приедет уже состоянием солнца, света в своей душе. Так что многих ждет дорога туда и назад. То есть вы вернетесь оттуда, куда вы едете. Абсолютно счастливая дорога, но вот туда вы едете с волнением, назад вы возвращаетесь с большой радостью. То есть, соответственно, с кольцом, да, с подарками, с новыми возможностями, с завершением всех ваших дел, с надеждами и с планами. Прекрасный расклад. Давайте смотреть, что же еще нас ждет до конца этого года. Вы знаете, опять новости, опять письма, опять письма, опять новости, мышка. Кто-то есть в вашем окружении. Нельзя сказать, что это плохой человек, но постоянно вот шебуршит, шебуршит вокруг вас, доставляет вам какие-то переживания. Какие-то вот все вот задумывается, все что-то хочет влезть в вашу компанию. Также это говорит о мелких хлопотах, да, вас ждут какие-то мелкие хлопоты. Либо нужно сконцентрироваться на мелочах. Знаете, бывает человек концентрируется на чем-то большом, а про мелочи забывает. Вот сконцентрируйтесь на мелочах. По крупичке, по крупичке, как мышка, как мышка, да. И тогда все получится. Не забывайте про мелочь, это большой знак вам. Если кто-то вот как бы шебуршит вокруг вас, то вам знак такой. Вам знак такой, что вы должны, ну, не замечать как бы этого человека. Да, он есть, да, от него никуда не уйдешь. Но будьте как-то благоразумнее. А вот вы здесь, знаете, как-то больше похоже на то, что вы из разных стихий, да. Вот вы как будто стихия воды, то есть, ну, понимаете, у вас своя жизнь, да. Если представить на животных, да, в воде одно обитание, у мыши другое обитание. И вот человек, который мышка в вашем окружении, он не поймет вас, вы не поймете его. И, соответственно, не обращайте внимания, примите эту ситуацию как должное. Вы понимаете, что вы разные люди. Ну, шебушит он там как бы, а вы плывите и делаете свои дела дальше. Главное, чтобы ваш океан не бурлил, и все, остальное вас не волнует, понимаете. Мышку-то волнует кошка, там, и она боится, там, да, кого-то, кошку, например. А вы кошку не боитесь, потому что вы обитаете в глубоких водах, и кошка до вас просто не достанет. Поэтому, ну, если все-таки такое, что вы оба боитесь кошку, это ваша знакомая мышка, и вы боитесь кошку, да, то, соответственно, конечно, говорит о том, что там, где вы сидите с мышкой, это не ваше место. Вы не должны бояться кошку, вы должны быть в глубоких водах, в совершенно другом месте. А если вы находитесь с этой мышкой на берегу, где у вас кошечка может достаться, в таком святом месте, где у вас не только кошка может съесть, но и рыболов, да, то вам говорит о том, что это место не для вас. Нужно покидать это место, нужно уходить с этого места и идти глубже, идти выше, идти туда, где чище, свежее. Я сейчас говорю такими образами, как говорят мне карты. Для каждого это будет свой совет, свое послание, поэтому каждый, я надеюсь, найдет в этом послании из образов свою картину. Ну, так вот, такой был совет, и рядом письмо. И когда вы пойдете своей дорогой, вы получите то письмо, о котором ждали, разрешение того события, о котором вы ждали, предложение, может быть, на новую работу, когда вы не будете цепляться за жизнь с мышкой возле комфортного, уютного жилья, а уйдете на глубину, в свободное плавание, вы получите то письмо, о котором вы очень долго ждете. Но письма вам не видать, пока вы находитесь с мышкой. Вот. Ну и, соответственно, старайтесь, развивайтесь, да, если мышка это не ваш какой-то соперник или нет, а просто говорит о мелких каких-то делах, старайтесь выполнять быстрее эти мелкие делишки и плыть дальше. Плыть дальше, потому что вас ждут другие дела. Что же вас еще ждет до конца этого года? Какое вам послание важное дают карты? Друзья, расклад прекрасный, так что все сбудется, все пройдет успешно. Даже никаких негодований я не вижу в этом раскладе. Обязательно лайк, чтобы все сбылось. Опять письмо, опять ключ. Вы знаете, очень много новостей до конца этого года, известий очень. Но это известие хорошее, друзья, хорошее известие, понимаете? Все известия, связанные с дорогами, с поездками, обвернутся хорошо. Мужчина принесет известие, связанное с новой возможностью, с открытием новых дорог, открытием новых каналов, путей и продаж, например, недвижимости. Кто давно хотел продать недвижимость, до конца года продаст. Кто хотел заехать в новый дом, купить новую машину. Все, что связано с ключом, да, ну вот такообразно. Все получится, все пройдет успешно. Все пройдет успешно. И все будет хорошо. Друзья, ну вот давайте завершать расклад на такой прекрасной ноте. Как он начался хорошо, так он и завершился. Хорошо новостями и открытием многих дорог. Благодарю вас за лайк, за подписку. Спасибо.